А далеко-далеко... Вот, ну теперь возвращаемся к той теме, которую я называл обрезка. Вот неполная обрезка в моем саду. Вот, я хочу обратить ваше внимание на что. Я давно прекратил... У меня здесь как получилось? Вот здесь были скелетные ветки, а я в них живил черешни. Но эксперимент не удался. И что слева прививки черешни или не пошли, или погибли. И что справа не пошли, или погибли. Ну, так сложилось. Здесь биологическая несовместимость, скорее всего, виновата. Потому что то, что я неплохо прививаю, об этом уже, по-моему, знает вся Россия. Вот. Чтобы потом даже следы прививки не найти. Вот. И раз так, то объяснить я могу это биологической несовместимостью. Не повезло. Снимок должен для другого цели. Значит, показать, что, во-первых, я не делал раны на кольце. Да, получилось так, что здесь были выживлены прививки, и пришлось отрезать. Но не пошли. То есть торцы отрезать, освежить. Вот так, как есть, так получилось. Ну, дерево самоложе было, естественно. И вот эти скелетные ветки были тоньше. Пригодные они были для прививки. Сейчас они уже утолщились. И что? Какова их судьба? Если бы я их целиком отрезал, вот видите, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, дерево бы уже было мертвым. Я вам примеры показывал. Маленькую часть моих примеров. Они были бы мертвы. И я решил, я всегда оставляю вот эти пани. Почему? В одних случаях не повезло. Вот это все мертво. Так? Естественно, тут уже, поняли теперь, тут уже напрашивается вот такая, это, вот такая, казалось бы, обрезка на кольцо. Ничего подобного. Да, сухие ветки. Да и черт с ними, пусть они торчат на дерево. Столько или сколько суждено дереву жить. Вот тут я не делаю. Я приближаю конец. Вот тут еще ранг поменьше, поменьше. Да, вот это отсохло. Но, по крайней мере, она в какой-то степени даже является, ну, не защитой. Сюда мороз проникает. Но если бы я вот здесь сделал рану, она была бы в два раза больше. Это, само собой, по размеру. Я этого не делал. А здесь мне просто повезло. Здесь получилось длиннее вот это плечо. Так? И оно не мертвое. Оно обросло вот этими самыми волчками. То есть возродилась крона. За одним я увидел, о, чудо! А знаете, в чем заключается чудо? Прививки черешни погибли. А, вы же догадались. А вишневые ветки, эти самые, каких, не ветки, листья, это, увеличились в размере в два раза. И приняли промежуточное положение. Еще не черешневые. Да, уже, я бы сказал, черешневые поверили бы, они уже вот какие, какие, крупненькие. А, скорее, они имеют вид такого дюха, то есть полувишни, получерешни, то есть гибрида. Вот. Но отвлекаться не будем. Помните, впереди высшая математика, как бы высшая биология. Мы витативную гибридизацию пока только... Уже что-то знаете, уже это надо постепенно. Вы знаете, как мне трудно было. Я по наивности как? Приезжает клуб садоводов. В автобусе 30 человек. Я 3-4 часа без перерыва. Вот. Я увлечен. У меня глаза горят. У меня столько слушателей. Наконец-то меня признали, что за 200 километров наняли автобус, целый клуб приехал. Я 3-4 часа рассказываю. Потом говорят, мы все забыли тут же еще. Еще не отъехал автобус, они уже все забыли. Неподготовленные умы. Они на другой день, ну, что-то вспомнят, ну, какие-то отрывочные. А я вот момент тут, господа. И за дня в день, всю зиму будете смотреть, смотреть, смотреть. А потом, если еще, пусть это есть такое презрительное, сейчас нас зовут ботаниками. Вот. Хорошо. А юные натуралисты были всегда. Вспомните школу юнатов, где это все. Детей выращивают дебильное поколение. Вспомните, сколько юнатов сейчас в школах. Вот. Где они? Где в школах черепашки, где пришкольные сады плодовые, где огороды, где теплицы. Я-то учился, да, все это. Это же была беднейшая, наверное, в России школа. Западная Украина. Заброшенное село. Рядом военный городок. Нас туда от детей военных отправили. Чуть ли не геленобитные мазанки. Рядом деревня с соломенными крышами. 57-58 год. Крыша соломенная, я не шучу. Вот. Вся деревня была соломенная крыша. Назвайте название деревни. Жертнева. Жертнева. Гавадненский район. Болынская область. Прекрасно помню. До 11 лет я там жил. Лучшие воспоминания там остались. Прекрасный лес. Огромные грибы. Вот. Сколько я всего интересного там в лесу увидел. И познакомился с лещиной. Вот там же зубы об нее испортил. Так вот. Что дальше? Дальше получается, что вот он северный климат. Да? Это какой-то некий промежуточный итог разговора. Потому что еще немного и примерно час пройдет. И мне надо закругляться. Я не хочу, чтобы вы уставали. Я хочу, чтобы рядом с вами сидели дети, которым было это интересно. Пусть одному из сотни. Один процент он и переменит все в стране. Нам нужно новое поколение руководителей. Их можно вырастить только вот так вот. Вы поняли, что... Вы знаете, как бабушка говорила про внука. Хватит чертиков играть. Поняли, да? Слово. Очень удачное слово применила. Прям крылатое. Игра в чертиков. Это когда он от компьютера не отходил полночью. Днем спал ночью у компьютера. Вот. Ведь никто не озадачился этим, что мы сейчас... Идет дебилизация страны. Она идет специально. Понятно. Плохо дело, что в стране исчез инстинкт самосохранения. В нашей стране у нации исчез инстинкт самосохранения. Она была подорвана искусственная селекция. Из нее уничтожались войнами, революциями все интеллектуально. Те, кто мог бы повести страну правильным путем. Вот. Отсюда очень низкий уровень. Так как это очень много попало во власть потомка плебеев. Плебеева, это людей, так сказать, как-то без чести, без совести. Вот. А они заставили других опустить руки. Нищета, она не способствует. Она способствует только этим самым преступлениями, наполненным тюрьмам. Больше ничем. Ничего в ней такого духовного нету. Вот. И вот получается так, что возродить можно как? Я еще раз, я уже полностью... И если успеем. С детского сада, со школы. Вот. Вот это поколение. А среди них появятся будущие руководители уже другого типа. Почему? Потому что, оказывается, человеку можно все это преподнести, и он станет нормальным человеком. А можно нет. И он даже не знает, в каком мире он живет. Потом маленечко мы приложим, я приложу какие-то усилия. Я сейчас пока начал с таких основ. Я надеюсь, что не отпугнул от экрана никого из тех, кто начинал смотреть первый фильм. Хотя вот этот примерно сороковой. Вот. Вот эти вот вещи, они... Как сказать? Вот вырастил дерево. У него хорошее настроение. У него здоровые дети. У него витамины. У него погреб, как мой, должен быть набит столькими этими закатами, что потом не знаешь, куда их девать. Вот. А вырастил мертвое дерево. И что? А вырастил мертвое дерево. Продолжение следует...